Но когда человек хочет еще круче жить, чтобы у него все развивалось, удача в жизни была, чтобы он для Бога жил, и классно, что прадостно и счастливо жить эффективно, для этого нужно начать развиваться как личность на этом этапе, начать молитвы, начать духовную практику, изучать, что такое высшая цель жизни, пытаться понять, как святые, смотреть фильмы про святые, как они живут, как они, потому что знание, это не означает почитать, люди вообще в современной культуре вообще не понимают, что такое знание, знание это глубокий внутренний опыт, который меняет твое восприятие мира, поэтому надо углублять это все, допустим вы на лекции уже слышали, но это не значит, что у вас это знание открылось, вы понимаете, как отдать свою жизнь Богу и все прочее, когда человек к этому приходит, уже к такому реализованному знанию глубокому, у него появляется такое огонь в сердце, ему хочется что-то делать такое классное, чтобы полная отдача была, чтобы можно было людям служить понимаете разницу между деятельностью по способностям и деятельностью по природе деятельностью по способностям человек не может быть бескорыстным, потому что она опирается на желание денег а деятельность по природе, она очень круто бескорыстная, ну допустим, ну вот допустим, деятельность по способностям я читаю лекции я здесь абсолютно бескорыстный когда я начинаю лечить людей мне я тоже могу бескорыстно но у меня там уже нет такого мотива сильно то есть лечить людей не чувствую что это моё как бы главное и если я лечу людей от сильно устаю от этого и хотелось бы чтобы что-то платили понимаете я сейчас рассказывал но когда читали цель нет абсолютно по барабану я много лет читал абсолютно бесплатно поэтому я так развился деятельность раньше просто стал лекции зарабатывал на лечение вот надо просто вот этот момент понять деятельность по природе она мотивирует просто сама деятельность человек испытывает счастье от своего труда ему неважно будут деньги лет это не значит что и не будет денег денег будет еще больше я просто говорю как устроена психика чем отличается деятельность по способностям деятельность по природе когда по способностям делаешь что-то тебе просто ты умрешь если тебе заплатят а если ты по своей природе делать что ты как бы например 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 допустим вот человек как бы один человек допустим любит кормить других ну допустим я я могу как бы лекции читать лечить людей но кормить других мне тяжелее то есть бесконечно если меня не накормили кормить других я как бы я не включаю так сильно у меня начинается напряг поэтому я постоянно раздаю мандарины после лекции отрабатываю так вот но по природе я могу легко лечить людей там писать лекции но когда кормить мне уже тяжелее что я сам хочу есть я просто вам привожу пример что в одной зоне у человека очень много бескорыстия а в другой зоне меньше но если мужчину женщину сравнивать допустим женщина бескорыстие зона бескорыстия у нее зоне служить она может заботиться легко вот таком угодно и абсолютно бескорыстно но когда касается вопрос денег или же площади она тоже конечно может быть бескорыстной но с трудом с а у мужчины все наоборот допустим в зоне денег мужчина абсолютно бескорыстно вот он заработал ему легко деньги отдать вообще а служить ему очень трудно допустим жена приходит муж приходится вот жена говорит ты можешь пол подмести я могу но там у него проблемы то есть он подметает умирает вот или он мой пол там раз как бы посередине комнаты полоса такая прошла вот ему трудно там за этими всякими там ножками там это умирает или я решил же не помочь на горит париж салата курчики поверьте я с удовольствием и так раз такими пускай он выдает я покажу и такая режет короче такими тоненькими блин как я начал потеть я это режем и тонкими кусочками но не могу я посуду помыть тоже грязь у тебя остается вот то есть любое служение я мой мой у меня тарелка чистая она такая воду на нее льет видишь здесь так течет а здесь вот так вот это жировое пятно как здесь волны ну то есть у мужчины природа вот деньги принес и как бы все у него ему легко отдавать и женские деньги есть мужские знают женские деньги они горячие по природе и опасные допустим мужчина не знает он у женщины деньги взял прошло пять лет ты помнишь что у меня деньги она каждый не уберет и ничего нормально мужские деньги легкие взяла так хорошо с ними но если женские деньги муж взял в капец полный вообще она его придушит просто он умрет от этих денег женские деньги опасны очень женщина если заработала и на себя не потратила она ночью не заснет вот поэтому женщины мужчин даже не прикасать женщин деньги забудьте о них об этих деньгах вообще не трогайте их подальше от них держитесь женщина может служить и она может все перемыть и перестирать и вообще легко она заботится легко а вот деньги уже эта зона такая для него тяжелая ну поняли да сравнение вот так же деятельность по способностям и деятельность по природе деятельность по способностям там зона зона жадности там человеку нужны деньги от этого он не может это сделать без денег он с ума сойдет а деятельность по природе в ней нет жадности человеку легко это делать понимаете это его зона деятельности разума разум соткан без бескорыстия он разум дает счастье в деятельность Поэтому есть, и почему так происходит, потому что у каждого человека есть врожденная концепция добра. Вот эта врожденная концепция добра, она бывает три вида всего этой концепции. И на основе этой концепции формируется личность, сам рождение. Это именно формируется на платформе разума. Поэтому есть три разные природы у людей. Например, первая концепция, мир спасет знания. И вот человек, он рождается уже с этим чувством, с этим внутри. И поэтому самое главное для него в жизни это знание. И давать людям знания. Вторая концепция, это мир спасет социальное устройство, защита людей. Чтобы у них все было нормально в жизни. Защита нужна, правила какие-то в жизни, законы. И человек, когда формируется, его вся жизнь, психика формируется вокруг этой концепции. И третья концепция, это людям нужны достаток. Нужно, чтобы покушать, чтобы учились они нормально. То есть нужно, чтобы нормально они жили, в богатстве, в хорошем состоянии. Три вот этих концепции. Первая категория людей, как они формируются. У них честность, сострадание, аскетизм, простота, милосердие и качество. То есть человек по природе честный, простой, аскетичный, сострадательный к людям. Основа его жизни это знание. Он культивирует знание. Он пытается понять, разобраться во всем, как все устроено. И хочет подарить это людям. Потому что он знает, что это спасет и поможет им. Люди этой концепции, они стремятся к славе. То есть есть вообще три источника счастья человеческого. Это слава, власть и деньги. Вот люди с этой концепцией служения, давать знания, для них главное это слава. Поэтому это все ученые, они хотят ученую степень иметь. Доктора должны быть известными, знаменитыми. Тренера должны быть тоже известными. И так далее. То есть для них известность, популярность, влияние на людей. Это основа их силы. Вот людей, которые дают знания. Им нужно, чтобы они были авторитетными людьми. Нужно, чтобы их уважали за их знания. Это основа их жизни. Если человека не уважают за его знания, то он кому лекцию будет читать? Столбам? Никто не придет на его лекцию. Или тренер. Кого будет тренировать, если его не уважают как тренера? То есть это вот первая категория людей. Это тренера, мастера, преподаватели, ученые, священники. И даже, допустим, врач, он может быть трех категорий. Все эти четырех категории может давать людям знания. Он может быть директором больницы. Может торговать лекарствами. Или лечить людей. Понимаете? Четыре категории есть людей всего на земле. Но концептуально только три. То есть три категории людей, которые хотят отдавать свою жизнь людям, называются лидеры общества. Те люди, у которых сформировался разум, они всегда хотят отдать свою жизнь. Одни хотят знания подарить людям. Вторые хотят подарить им спокойствие, чтобы жизнь была очень размеренной, хорошей. Чтобы были законы, правила. И вторая категория людей, ну если первым называемым условно ученым, то вторая называется правителем. То есть они развиваются по-разному. Ученые это люди, которые стремятся к истине. Они астетичны. У них по природе склонность к познанию есть серьезно. Они изучают. Каждый в своей зоне. Потом есть стремление к правде. Они очень правдивые. Сострадание. Ненасилие. Они и склонность воевать, совершать насилие. Теперь прямо противоположная вторая категория. Люди, которые стремятся дать людям стабильность жизни. Это правители по природе. У них другая природа совсем. Они храбрые по природе. У них очень сильный... Если первая категория людей по природе такие, как бы у них амбиции идут в сторону славы, то у второй категории амбиции идут в сторону власти. Они хотят все контролировать. Они любят воевать за власть. Оставить свои права. Иметь власть. У них очень статусная природа. Им надо показывать свой статус. Всегда одеваться определенным образом, чтобы все уважали в обществе. Им важно быть в обществе сильным, старшим, влиятельным. Для таких людей важна политика. Они как бы социально пытаются отстаивать свою честь, свои права. Они к людям проявляют заботу, защиту, покровительство. Даже в детском возрасте такие люди становятся руководителями там. Тимур и его команда. То есть они становятся старшими для всех. У них есть амбиции, сила, влияние, власть, статус, храбрость, проницательность. Они очень видят людей, их способности, что люди могут делать, что они могут. У них пройденные способности на это. Дверь все-таки надо вторую тоже открыть воздух опять не хватает. Имеется в виду кислород. Вот они мотают, вот так руководят. Означает нет кислорода. Откройте вторую половину. Если вам дует кому-то, то пересаживайтесь в другое место. Just do it. Если do it, то just do it. Пересаживайся в другое место. Зачем я вам рассказываю? Для того, чтобы вы поняли вашу свою природу. Где у вас бескорыстие пойдет? Как вы устроены? Вы сострадательный, добрый или сильный, властный человек, крабрый. Какая у вас природа? Как вы устроены внутри? Даже одеваются женщины, допустим, разной природы по-разному. Вот если у них первая категория, они аккуратненько одеваются, не просто. Второй категории, они стильно, они стильно, а одеваются статусно. Второй категории статусно одеваются. Чтобы все было чики-пики, чтобы круто так выглядеть статусно. Смотрят взгляд авлийный такой, второй категории. Первая категория мудрый взгляд, спокойный такой, проницательный. Второй такой, ну... С детства видно уже. Маленький ребенок рождается. Если он первой категории, он такой, смотрит, как мудрец такой на всех. Имигает, наблюдает за всем. Смотрит, как они себя ведут. Второй категории, он такой, прожидается такой. Кроте. Он такой, ребят, маленький ребенок, кто такие? В чем дело? Он так смотрит уже с самого рождения. Почему? Да потому что он полтора года назад был директором завода. А память же не остается внутри. Интуитивная память остается. Человек рождается на каком рождении. У него как память не поменялось. А он уже в другом теле, он еще не понял, кто-то родился. Ну, как он еще? Вот такие, как дела? Все неправильно. Третья категория, бизнесмен по природе. Он хочет, чтобы все богатые были счастливые. И у него формируется вокруг этого его психика. И у него зона вот его силы, это взаимоотношения. То есть бизнесмены через отношения строят свою деятельность. Поэтому бизнесмен по природе, ребенок рождается, он такой... Такой центр внимания. Все внутри, какой ребенок родился. И он такой... Все вырадуются, глазки строят. Со всеми дружат сразу. Все. У кого ребенок такой спокойный, провинцательный родился. Первая категория. А у кого такой... Начальство. Вторая категория. А у кого... Игрыжа. Третья категория. А деньги зарабатывают. Все уже с рождения видно. Люди разные. Не бывает промежуточной категории. Только три вот концепции спасания мира. Три концепции такие всего. И очень сильно люди друг от друга отвечают. Третья категория. Это человек любит людей, любит дружить, взаимодействовать. И он при этом, хоть и любит дружить, взаимодействовать, но он четко понимает свою выгоду во всех этих отношениях. Он через эти отношения, через дружбу... Вот как у нас в классе был один парень. Он как любил дружить, взаимодействовать. Марк копил. Подходит, говорит, те марки нужны хорошие. Показывает марки мне. Я говорю, он говорит, ты что? Он говорит, я тебе дарю просто. Дарю мне марки. Я думаю, блин, марки есть, альбомы нет. Купил альбом. Начал марки покупать. И он смотрит у меня, говорит, я тебе подарил, а ты мне вот эту дай. Потом оказалось, что у него самые лучшие марки вообще. Все там по всяким этим... Эти, горе, он так... Самый крутой альбом. Никто не понял, как произошло. Он вроде бы всем дарит, такой, всем не любит. Всех дружит, а у него самые лучшие марки. Как произошло, никто не знает. Это бизнесмен. Придург. Он вас надулит, даже не заметит. А? Он даже сам этого не заметит. Сам не заметит, да, как это, и не заработал. Ну, то есть он расчетливый человек. Щедрый по природе. Жадная, современно. Щедрый жадность, это качество одной личности. То же самое властный человек. И, наоборот, бесколесный, заботливый. Он готов жизнь отдать ради своих подчиненных. И, с другой стороны, хочет их контролировать. Это все вместе идет, этих людей. Тоже человек, который хочет ради знания жизнь отдать. И, с другой стороны, ему хочется амбиций и гордости своими познаниями. То есть противоположные такие вещи. Честность и ложь здесь идет, как противоположность. Есть развитые люди, вот этих трех категорий, есть неразвитые. Когда человек совсем не развит, вот этих трех категорий, совсем не развит. У него концепция есть, развития нет. То он становится четвертой категорией. Вот все эти люди трех категорий. Если они не развит, то они четвертой категории. Четвертая категория – это люди, у которых нет концепции жить для других. И поэтому они, их цель и задача жизни – это делать что-то приятное, что-то такое, чтобы тебе нравилось работать. Чтобы тебе твоя работа нравилась. Это четвертая категория – люди творческого труда, я их называю. Ну то есть они подчиненную природу имеют, они не лидеры в обществе. И они просто хотят, допустим, врач, человек любит людей лечить. Он может быть успешным, может, но ему хочется делать любимое дело. Ему не хочется мир спасать, понимаете? Если человеку хочется мир спасать, значит он более высокую категорию имеет душу. И всего три. Более высоких всего три. А четвертая – это люди, которые хотят работать как им нравится. Все. Вот мне, допустим, нравится в самолетах летать или им нравится? Я думаю, что не очень. Особенно в возрасте. Но мне надо летать, потому что я должен вам давать знания. Вот у меня основа жизни – это не то, что мне нравится. Я просто должен. И все. Это основа, долг. Деятельность по природе невозможна сразу у человека. Потому что пока он хочет денег больше, чем дарить что-то людям, он все равно будет работать для его деятельности по способностям, а не природы. Ну вот еще раз, смотрите, вот человек, допустим, занимается он руководителем. Он по способностям руководитель и по природе руководитель. Если он по способностям работает, то в этой деятельности функционирует только его судьба. Вот сколько положено, столько и заработаешь. Больше не будет. Как только он переключается на деятельность по своей природе, сразу же он начинает служить людям в этой деятельности, обществу. То есть у него переключатель сработал, мотивация поименялась, и сразу идет колоссальное развитие. То есть у него устанавливается правильное отношение с людьми, статус сильно поднимается в обществе. Потому что разум, когда включился, человек становится очень статусным, потому что он привлекает к себе внимание людей. Понимаете? Деятельность по природе включилась у человека. А иногда бывает разное. Иногда, допустим, ты бизнесмен по способностям, а руководитель по природе. И когда у тебя бескорыстие включилось, ты чувствуешь, что должен руководить людьми, а у тебя не хватает сил. Поэтому деятельность по природе, она требует развития человека именно в сфере разума, как личности. Вот способность, мне никак не пофиг, какая личность. Главное, что ты делал свое дело хорошо. Но когда ты хочешь действовать сильно, широко, тогда мотивация твоя включает в тебе вот эти глубокие ресурсы твои внутренние. И тогда уже это совсем другое. Есть просто руководитель, там фирма небольшая. Есть человек, который топает копытами, он как бы очень сильно активен, ему интересно, ему нравится развиваться в этот период. Это значит, что у него мотивация более высокая. Ну, выпустим, приведу пример, как вот человек переключился. У меня есть этот знакомый, он просто работал менеджером в хлебзаводе. И этот хлебзавод потихоньку загибался, и что-то у него как бы сработало как-то в голове. Он пришел в храм и говорит Богу, давай как бы с тобой установим такие отношения. Я тебе приношу всю прибыль, которая придет, а ты давай заводу больше денег. Ну, то есть, вот как только пойдут деньги, я все тебе буду отдавать. Может, даже храм построят. И сразу, как только он так решил, у него вдохновение на работе пошло, он такой, все, у него начало развиваться, все как бы клеится. И у него пошли хлебзавод нашу, ду-ду-ду-ду-ду подниматься. И потом такая ситуация произошла, что руководителю, ну, собственнику этого завода было выгодно сделать его соучредителем. Ну, чтобы оставить его там, чтобы он этот завод развивал. И он стал соучредителем, и еще сильнее все пошло. И он начал строить храм. Он пришел к батюшке и говорит, я хочу храм небольшой, маленький построить. Он говорит, а почему маленький? Давай построим большой, я протяну еще других людей. Много людей приходило, но ни у кого денег не хватает. И в результате он всех хороших людей в городе узнал. То есть они объединились в строительстве храма, пошли связи, вот эти вот такие, связи на основе духовности, они очень крепкие. Люди не мотивированы, личные выгоды, они просто любят друг друга за это доброе дело. И у них пошло сразу, пересечение бизнеса пошло, развитие, все прошло расти. И у него он начал чувствовать, дышать в своей деятельности, ему хорошо стало, он почувствовал смысл в жизни, в своем труде. То есть понимаете, как переключается человек на деятельность по природе, как у него срабатывает этот механизм. Вот. Ну допустим, каждый из вас хочет знать, в какой я природы. Когда человек развивается как личность, у него его природа сама начинает проявляться. Он легко заметен, он становится заметен. Как есть породистые собачки, есть непородистые. Непородистые, они все примерно одинаковые. А породистые они отличаются. Сразу, как видно, какая порода. Да, они породистые, но они все дворняшки, называют дворняшки. Они все примерно одинаковые. А породистые там сразу, как бы, видно. О! Вот когда человек как личность развивается, он становится породистой собачкой. В каком-то власть проявляется, статусы, в каком-то знания, в каком-то способность делать бизнес проявляется. Развивается человек, у него крылья вырастают, он становится успешным в результате. Очень важно понять, что у человека есть две судьбы. Одна судьба – это наше желание, а вторая судьба – это желание Бога. И когда человек неразвитый, он деятельность по способностям, он действует, живет на основе своих желаний. У него есть мотивация, главное – это ипотека там выплатить, деньги нужны, там все прочее. И он вот так живет. Главная проблема такого человека – это усталость. Он чувствует, что просто там пошел, какого-то счастья нет в жизни. А когда мотивация выше, то человек вообще другими интересами не живет. Ну, это не значит, что у него нет денег. Просто для него важно что-то делать хорошее для людей. И это главное для него. Он горит чем-то. И это уже другая судьба начинается. Здесь не законы судьбы работают, человека глушат, а уже миссия. То есть миссия – это когда Бог дает человеку больше полномочий в жизни. Он препятствия все убирает из жизни. Почему? Потому что Богу этот человек нужен. Он что-то для него делает важное. И это не обязательно там какие-то глобальные вещи, а может быть просто простая какая-то деятельность. Но чем отличается деятельность по природе или миссия от деятельности по способностям, размахам? Ну, то есть человек, который действует по природе, он с крыльями летит. А который без природы – это… Ну, есть страус, есть орел, да? Страус, он бегает. Тоже птица вроде, махает крыльями, но бежит. А орел, он полетел. В этом различие. Ну, то есть деятельность по природе – Бог дает полномочий человеку, силы, возможности, связи, отношения. Все начинает включаться, потому что Бог включается, потому что ты делаешь его дело, а не свое. Это как работать на себя или на большой завод. Там больше возможностей, когда на большой завод работаешь. Ну, а начальник завода и Бог чувствует разницу. Бог выше, да? Больше начальник. Начальник всего мироздания. Поэтому огромные возможности, полномочия. Хочу также сказать, что большинство людей, они не развиваются в деятельности, потому что они не знают, как врачей протекает развитие личности. Это моя хорошая. Я не знаю, как я делаю пробежек. Вот, большинство людей все живут по одной и той же схеме. Они думают, что развитие – это выучиться в престижном вузе, иметь диплом, и потом дальше вот этот диплом тебе поможет дальше развиваться. Я, честно вам скажу, ни диплом кандидата наук, ни диплом своего вуза медицинского. Я никому в жизни не показываю. Никто не интересуется. Как еврея одного поймали, начали бить. Говорит, я по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту бьем, а по еврейской морде. Ну, это я еврей, поэтому вроде не нормально будет. Это не шутки. Вот. Я вам говорю сейчас о развитии личности, понимаете? Мне требуется показывать свой диплом или нет вам? А если бы я не был кандидат наук, вы на лекции пришли бы? А вот кто из вас не знал, что кандидат наук, а не знал? Они даже не знали. А я кандидатскую защитил по своим лекциям в 13-м году. Я доказал, что они помогают людям. У меня по лекциям, по моим это специальность называется общественное здоровье. Вот. В медицине есть такая специальность. статус человека определяется не образованием, но сначала образованием определяется, но потом дальше нет. Потому что очень важно понять, как эффективно развивается человек. Есть горизонтальное развитие, когда ты получаешь образование, получаешь работу, мастером становишься. То есть ты идешь, идешь, идешь в свои специальности, ты как бы укрепляешься, становишься все круче, и там какое-то количество денег увеличивается, положение в обществе. Это очень медленное развитие. Оно может идти из жизни в жизнь. Как Высоцкий говорит, пускай родишься дворником, пускай сегодня дворник, ты родишься вновь прарадом, прарабом, и может потом до министра дорастешь. А если тупо в дерево, родишься баобабом, будешь баобабом тысяч лет, пока помрешь. Понимаете? То есть это медленное развитие. А быстрое развитие, это когда человек развивается как личность. Качество есть у человека. Качество. Вот допустим, что нужно руководителю? Руководителю нужна сила духа, характер твердый, терпение сильное, самообладание, проницательность, способность обстаивать свое мнение, видение истины в деятельности, храбрость, способность защитить свою фирму, знание законов, способность общаться со старшими, социальная сила и так далее. Это все нужно, это называется качество. Можно, допустим, диплом получить, образование. Я получил образование по социальной силе. Я теперь сильный социальный. Или получил образование по смелости. У меня диплом, что я храбрый человек. Сейчас проверим. Залазь в окопу, как бы, вот танк едет на тебя и смотрим, что оно тяжелеет, и мы... Тогда... Если храбрый, значит, не тяжелеет. Если не храбрый, то тяжелеет. Все. То есть, диплома недостаточно. Я, типа, выучился на артиллериста, да? Сейчас проверим, как ты выучился. Что там у тебя, когда начнется действие. Поэтому есть качество личности. Они не развиваются просто обычным образованием и получить невозможно. Качество личности все находятся в разуме. Когда человек начинает работать над собой в простых вещах, сначала неподвижное положение тела, длительное движение, пост, новогель, режим дня, молитва, как-то с работой связано? Нет? Нет. А что происходит в результате? Вот девушки говорят, если я аскезь буду совершать, я мужиком стану. Девушки, которые бегают, знаете, кем становятся? Они пробежки совершают, знаете, они кем становятся? Девушки, которые бегают. Они становятся стройными девушками. А стройная девушка это же лучше, чем просто девушка. То есть, это сила, женская сила, они становятся стройными. А? У вас плавятся мозги, я же серьезно вам даю образование. Классик. 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 Саша, это серьезный выпуск. Классик. Выключили все, что есть, говорит, отопление лишаем. Работает с топлением. Может, когда не надо выключать все, что есть? Пускай отопление выключат хотя бы. Сейчас. Отопление выключите централизованное. Саша, надо что-то делать, потому что горит проводка. Классик. И так внимательно давайте. Это важная вещь. Понимаете, качество личности. Вот девушка, допустим, бегает, она становится стройной девушкой. Она мужиком станет, если она бегает? Нет. Она закаливается, девушка, девушка, она кем становится? Моржом? Или тюленем? Кем она становится? Она становится спокойной девушкой. Спокойной. Значит, красивой. Теперь девушка неподвижное положение тела делает, кем она становится? Столбом или девером, кем она становится? Она становится терпеливой девушкой. Понимаете? То есть, девушка совершает раскиезы, она становится красивой девушкой. Вот если, вот я в спортзал, когда ходила, я смотрел, там девушки занимаются. Если они в правильном настроении занимаются, они становятся просто красивыми девушками. Понимаете? Ну, то есть девушка совершает аскезы, она становится красивой девушкой. Она не становится мужиком, как некоторые говорят. А мужчина совершает аскезы, он тем становится? Сильным мужчиной, волевым. Мужчина от бега воля вырабатывается. В неподвижном положении принятия судьбы от закаливания вырабатывает стерпение мужское уже, самообладание. Понимаете, у каждого свое идет все. И точно так же, по такой же схеме, когда бизнесмен работает над собой, у него качество бизнесмена развивается, он становится очень жизнерадостным, любит людей, щедрым становится, заботливым. И все тянутся к нему, все хотят с ним дружить, сотрудничать. У него сразу через связи увеличиваются притяжение людей. Бизнесмен, когда торгует, люди сами должны его искать. Они должны приходить к нему, понимаете? Должны хотеть с ним отношения строить. Я разок всегда привожу пример. Ботинки покупал, решил поисследовать, как кто торгует. И иду, смотрю, все смотрят на меня, как давают твои деньги. Такой взгляд. Я нет, не хочу давать твои деньги. У меня протест внутри. Вот, иду. И одна женщина стоит, смотрит. Я знаю, как работают, кажется, бизнесмены. Но все равно это так неподкупно. То есть она стоит, просто смотрит и улыбается мне. Как будто я думал, наверное, лекции слушать. Нет? Подошел мне, слушает. Я говорю, вы меня знаете? Она говорит, нет. Улыбается. Все, как бы сразу сильно желание у нее спросить. Я говорю, а где ботинки можно купить? Она говорит, да пойдем, я тебе покажу. Пошла сразу мне показывать. Все, помогла мне ботинки классно купить. Вот я мимо прохожу, у меня к ней прям магнитит. Я говорю, а у вас что есть? И у меня там все такое купило. А потом раз, ухожу, думаю, блин, как так получилось? И я к соседям сразу подхожу, говорю, как она торгует? Начал спрашивать. И они говорят, она вообще, как какой-то, наверное, в рубашке, что-то, родилась. Она приходит на 4 часа, в ней все сметают и уходит. Она вообще не парится. А мы тут сидим целыми днями. Почему так происходит? Потому что качество у человека, она притягивает людей, понимаете? И к ней хочется. У меня есть одна знакомая, она занимается духовной практикой, целыми днями молится. И она вообще не парится. Она по природе бизнесмен. Она печет пирожки с утра, женщина, много лет. Печет пирожки, молится сильно над ними, печет пирожки. Идет на рынок, вообще нигде не устроено, нигде не работает, вообще идет на рынок. Я говорю, у вас ни лавки нет, ничего, где вы пирожки продаете? Она несет, вот сколько у нее в руках, помещается, через 15 приходит минут, нет пирожков уже. Я говорю, вы где торгуете? Она говорит, вот те люди, которые на рынке стоят, продают, они знают, когда я прихожу с пирожками. И говорит, они так любят мои пирожки, что они дерутся там, кому-нибудь останется пирожок. Потому что они знают, что они удачу приносят эти пирожки, что они здоровье приносят. Они намолены, понимаете, люди бросаются на эти пирожки у нее. И они разметают у нее, и все, и ей на жизнь хватает, и так она живет. Она каждый день, несколько часов печет эти пирожки, потом идет, 20-30 минут постояла, ну как, ну, постояла, просто сколько вот она может продать. И потом дальше домой и молится дальше. Понимаете, то есть она так развила качество, что ей даже не надо там париться и устраиваться где-то на работу. А Бог ей дает возможность иметь деньги, сколько ей нужно на жизни. И она посвящает всю жизнь Богу. Вот так человек живет. Это качество личности, понимаете, ее пирожки настолько вкусные, что люди просто мечтают этот пирожок купить у нее. Ну, то есть, качество привлекают. Когда человек развивается как личность, ученый становится, расцветает как ученый. Хотя эскизы те же самые, но ученые расцветают как ученые. Бизнесмен расцветает как бизнесмен. Правитель развивается, расцветает как правитель. Все начинается со скез и режима дня, со здорового образа жизни. Все начинается, мои дорогие друзья. Потому что человеку сначала нужна энергия. Все начинается с энергии. Вот если в компьютере нет электричества, батарея села, дальше ничего не включено в компьютер. Нет энергии. Вот большинство людей, это мой опыт, большинство людей, и вы, в том числе, многие, кто сидит в зале, я увижу вашу энергетику, живете на 30% мощности. Почему? Потому что у вас нет контакта с природой. Вы не понимаете, насколько важно, что мы пробежались вместе. Люди не знают. Ну, Галик иначе, у нее такой прикол, он там бегает, что-то оет, я желаю всем счастья. В воду залез, там, по себе. Ну, хрен с ним, как бы. Чем бы летять тешилось, в избу не плакало. А это не прикол. Это важный момент жизни. Это ваша возможность быть успешным, понимаете? Вот кто из вас сейчас пробежался с нами и чувствует себя хорошо, хорошее настроение, счастье, расслабление? Поднимите руку. Вот реально люди, видите, я что придумал? Вот они так себя чувствуют. Это значит, они заряженные люди. Они зарядились. Понимаете? И вот это начинается с этого жизни человека. Если человек этим не занимается, то вряд ли он сможет. Если он на полную мощность не включится, то вряд ли он сможет развиться. Вот это фундамент, это основа жизни. Поэтому вот эти лекции, которые я читаю по неподвижному положению тела, длительному движению, фост на воде, режим дня, правильное питание, нужно с этого начинать. Это ваш фундамент, ваша энергетика. Вот человек обжирается на ночь, он 30% своей жизни забирает. Ну, то есть, вот он обжирался на ночь, у него энергетика на 30%. Развитие личности, досвидос. И дальше вы не сможете в обществе положение какое-то занять. Все. Если человек статические упражнения не делает, в воде ни с водой не соприкасается, он раздражительным становится. И все, и у него рушится работа, жизнь. И он думает, что он такой по природе, вот он раздражительный. Он не может по-другому. А это на самом деле нет сил. Гневливость, раздражительность, обидчивость, это просто нет сил. Это не качество характера. Это нет сил. Потом дальше. Волей и волевой фактор страдают. Да, чтобы перед аппаратурой была, которая мобиллялась и звука дает нормальную, чтобы... Стойте, запишите, просто есть. Потом будем... Ес. Ну, то есть, вот это здоровый образ жизни, это основа развития личности. Это самое первое, что происходит, когда ты становишься удачливым человеком. Еще раз, мои дорогие, пытайтесь понять. Многие бизнесмены ходят на тренинги по бизнесу, и там менеджмент рассказывают, и всякие остальные вещи, что надо быть уверенным в себе, что надо стремиться к своей цели. Или там на все это нужна энергия, мои дорогие друзья. А вот как добывать энергию, никто не знает, и никто не знает, что такое качество. Вот, допустим, бизнесмен, ему не надо париться, если у него есть качество, к нему люди сами идут, они его чувствуют, он как антенна, на него все настроены. К нему идут все покупать товар. У меня один знакомый бизнесмен сделал прикол. Он, ну, там, он в бутиках работает, там электронику продает, продает в Москве, и он взял в своем бутике, все там включают музон, притягивает людей, а он включил мои лекции. И у него в два раза возросли продажу. Не потому, что люди лекции слушают, понимаете, они лекции не слушают, просто лекции идут, они не слушают, они чувствуют энергию, хорошую, и идут покупать товар. Они чувствуют, что там нет обмана. Понимаете, так это работает. Мотивация очень важна, мотив внутренний. И этот мотив, это не дешевая вещь. Это надо менять себя, как личность, развивать. И начинается развитие всегда с энергии. Поэтому, если человек этого не понимает, то дальше, там, что-то меньше, это еще что-то. Это все бред. Ты как личность развесила, ты, допустим, хоть тебя за километр видно, что руководитель. Все захотят тебе подчиниться сразу, почувствовать от тебя защиту, счастье. Если ты хороший ученый, то меня спросил этот человек, говорит, как ты себя раскручиваешь? Люди на лекции приходят, инстаграм, там, ютуб, там, расскажи секрет. Я говорю, никак себя не раскручивают. Он говорит, ну а знания, знания, как ты даешь? Я говорю, я все раздаю. В интернете все есть. Он говорит, зачем ты, как, если интернет все есть, зачем люди тогда приходят на лекции? Я говорю, соскучиваюсь и приходят. Он, никак я ничего не понял, пошел. Сильно. У тебя неприятности, тебя не волнуют, у тебя позитивное настроение, ты всем желаешь счастья, на тебя все готовы, отвернулся, ты уже стал притягательным человеком, потому что энергия природы притягивает в тебе. Солнечный мужчина, как выглядит? Солнечный мужчина, как выглядит? С силой. Жизнерадостный. Правильно. А солнечная женщина, как выглядит? Красивая. Красавица, красная девица. Красная означает солнечная. Красная. Красная значит солнечная. Если энергия ветра в мужчине, как он выглядит? Болевым он выглядит, у него более сильная. Эта энергия означает энергия деятельности, он такой деятельный, волевой, у него есть силы, энергия ветра внутри. Человек. У женщины, как энергия ветра выглядит? Как она выглядит? Она стройная, энергичная. Стройная, энергичная, взгляд сильный какой-то. Энергия воды, если мужчине, как он выглядит? Спокойный, добрый, принимает судьбу, рассудительный. Женщина, как выглядит? Энергия воды, как выглядит? Она такая луналейкая, такая красивая. Рядом с водой очень красивая женщина. Допустим, Рига там, Сочи. Красивые такие. Энергия воды как есть. Матушка родная, дай воду холодной, сердце мое солна кидает жар. Раньше... все равно наполнился. Сейчас танцевать пройдет. Наполняйте все, живите. Это первая стадия развития человека. Без этой стадии невозможно. Не хотите делать аскезы, значит, будете... не хотите дышать, будете дышать в трубочку. Если не хотите бегать или не хотите ходить, будете ходить под себя. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. И лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Не от мечты, значит, будет утка под кроватью. Я теперь, как доктор, с вами разговариваю. Не мытье, а прокатами. Я говорю, для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Какую сначала сказать? Ну, сначала плохую. Ну, мы вам по ошибке не ту ногу отрезали. Ну, теперь хорошую. Хорошая новость такая. У вас больная нога сама заживает. Вырабатывайте врачебное мышление. Оно очень простое. Врачебное мышление очень простое. Не хочешь правильный образ жизни вести. Понос, судороги, смерть. Три стадии. Поэтому живите на светлой стороне. Так, первая стадия развития человека это потребление энергии природы. Ну, вы хотите, как личность, понимаете, из два вида развития есть там диплом, квалификация, пашка-пешак, и становишься квалифицированным шагом, шагом к концу жизни. Вот. Теперь второй вариант. Ты развиваешься как личность. У тебя раскрывается природа твоя. Ты становишься уже не шагом, а петухом. Такой красивый уже. Все так тихо. Прижухли курочки. Вот. Но если ни разу, ты петух. Когда курочки не прижухли. То есть, надо научиться влиять на людей. Нет силы, значит, как ты будешь влиять? Я начальник, я сказал. Ну, хорошо. Хорошо, еще с тупними кулаком по столу. Когда все подчинятся сразу. Нужно качество. Если ты... Есть меньше качества, все это увидят. Энергия нужна. Вот, допустим, энергичный начальник зашел и неэнергичный. Чувствуете разницу? Такой энергичный взгляд такой. Энергией наполняется человек, природой. Он сразу же, его качества видны. У ученого, вот я, допустим, сегодня побегал, в воде постоял. Чувствуете? Я в кураже такой. Сижу, лекцию читаю. Все смешно, да? Из меня так и прет, да? Знание. Вот. Эта энергия природы, она у каждого человека проявляется по его природе. То есть, если я наполнился природой, у меня знание поперло. Если наполнился начальник, у него поперло власть. Он такой, эээ, мопрошно все. Орлом. Вот. Это энергия, значит. Теперь дальше поехали. Энергия есть, следующий этап. Без энергии и следующего этапа не будет. Следующий этап это способность понимать людей. Вот этот этап, он сложнее уже. Вот, допустим, вы думаете, тяжело режим дня соблюдать, правильно питаться и третий паспет сделать. Это не тяжело, мои хорошие. А вот научиться любить людей очень тяжело. Особенно по своей природе. Потому что начальник должен научиться людей поощрять и наказывать. Он должен быть снисходительным и строгим одновременно. это очень сложно. Когда лекции для руководителя читал, они мне говорят, Олег Иванович, ну смотрите, людям как бы даешь поблажки, они наглеют. Зажимаешь, они звереют. Что делать? Надо стать сильным. Он говорит, ну что это значит? Это значит любить людей. Вот когда ты их любишь, они расслабляются. Не наглеют, не звереют, а становятся благодарными. Он говорит, ну а как это практически выражается? Я говорю, практически, вот человек заболел, ты пришел к нему домой просто. ты начальник, пришел к нему домой, ничего не предупредил, говоришь, как ты себя чувствуешь? Поговорил с ним, позвонил другу, который его полечит, чуть-чуть помог деньгами, сказал, никому не говори. Я просто тебе по дружбе. Все, так этот человек потом всю жизнь будет тебя помнить и любить и будет всегда благодарен, понимаете? Потому что это не по графику было сделано, не по райдеру, понимаете? Ну то есть вот это называется качество личности. Руководитель должен быть заботливым. Люди должны смотреть ему в глаза, чувствовать защиту. И когда наступает кризис, то никто не уходит, потому что они чувствуют, что здесь есть гарантия, там неизвестно, что будет. И люди остаются, потому что они мотивированы не деньгами, а человеком. Это означает качество личности, он притягивает к себе людей. Бизнесмен притягивает, хочется у него купить, потому что от него идет доброта. У меня один есть знакомый, он торговец, по-привому, бизнесмен. Блин, ну от него идет такое ощущение, что он такой классный человек. Хочется у него все покупать. Вот реально прям вот так притягивает человек. У него качество очень хорошее, он может тебе что-то подарить, по-мому, очень всегда. Но он всегда в убытке не останется, потому что это такова природа. Но никто не против, все нормально к этому относятся. то есть вторая стадия развития это каждый должен в своем начать служить людям. Бизнесмен должен стать щедрым. Он должен, вот если бизнесом занимаешься, хочешь, что бизнес шел, иди там, пищи корми всех там, сотрудничество какой-то нормальной благотворительной организации, там, перед храмом людям пожертвования давать, соседок, бабушек корми несчастных, обездоленных, которые по мусоркам шарят. Если ты хочешь, чтобы, вы спросите, Олег Геннадьевич, как это работает? Я сейчас расскажу, как это работает. У каждого человека есть мотивация. Вот эти три мотивации. Бизнесмен хочет денег все время жить. Нужны деньги. и когда люди чувствуют, что им нужны деньги, они тебе дадут деньги. Они тебе покажут комбинацию с трех пальцев вместо денег. Поэтому вместо вот этой силы, которая от тебя исходит, она естественно от тебя исходит, потому что бизнесмен. От тебя должно исходить то, что заставит людей добровольно тебе принести деньги. И эта сила называется заботливость. И если человек начинает жертвовать, отдавать, отдавать, у него постепенно жадность становится слабее, его желание что-то сделать для людей. И как только желание что-то сделать для людей стало сильнее, то человеку приходит удача в жизни. От него исходит другая сила. Все чувствуют от него, что он что-то хорошее даст. и даже приходит узнает что продает товар и ты знаешь что ты здесь купишь хороший товар у тебя здесь нормальный компьютер ты купишь а там нет ты уверен в этом вот здесь вот почему потому что такая сила от этого и он действительно начинает изучать какой компьютер тебе нужен пытается помочь говорит это не у меня это у соседней фирмы у нас нет таких компьютеров которые тебе нужны но ты запомнил этого человека ты понимаешь я в соседнюю фирму в следующий раз не пойду я пойду к нему потому что он мне поможет понимаете он работает на будущее такой человек он устанавливает отношения качества привлекают такого человека он притягивает удача стоит рядом с ним он притягивает людей своей силой внутренней протяжении работы такое одна девушка в Нижнем Новгороде семья начали торты делать на заказ и они делали там шедевр такие всякие торты что там чуть ли не портреты и у них потом очередь они так старались как для людей сначала просто они дарили или даже потом постепенно у них просто постоянные заказы идут они уже думают может там открыть производство там и так далее там еще никуда не устраивались ничего не делали просто так между делом понимаете один мой знакомый он провел такой эксперимент он взял ну просто не эксперимент просто так получилось он сделал грейпфруктовский сок и решил просто там была ярмах на соков хабаровский и он решил а там мы все свои соки показывали какие у них соки ну то есть продавали со скидкой чтобы люди почувствовали вкус а ему рецепт понравился из грейпфруктов сока и он взял этих грейпфруктов нажимал там полгорода скупил грейпфруктов привез как прочее этот сок свой рецепт и говорит пейте люди ну на лекции слушали такой тоже на позитивчике и короче народ выстроился и все напились его сока грейпфруктов он сорвал ярмарку практически потом люди короче они его нашли где сок давай сок короче он вообще не планировал его продавать вот открыл точку ну раз людям надо там постоянная очередь все весь сок короче скупают только привезли сока уже нет а начиналось с чего все просто человек хотел людям сделать что-то хорошее и все понимаете вот как это работает это вторая стадия это накопление силы удачи это называют для допустим для руководителя уже это не прокатит кормить людей там бабушек там это не прокатит для него а это другое это называется защита то есть он должен быть прибежищем то есть если человек к ним пришел говорит у меня проблемы мне нужна защита там не о власти мучают там то-то-сё пятое-десятое у меня тюрьма светит там он защитник защищает людей и он раз там со всеми договорился и никто не тронет его человека который к нему обратился за помощью он защищает его все люди знают что этот человек защитник он защитит нас к нему люди тянутся его слушаются уважают подчиняются у него власть власть означает что люди добровольно хотят отдать тебе свою жизнь вот суворов взять допустим он защищал он солдат по имени знал он их обнимал всех любил солдат своих знал у кого какая жизнь все войско всех знал его солдаты любили так что готовы для него жизнь были отдать вот легко это настоящий руководитель или Александр Микитонский спал на земле на сырой летописях написано со своими солдатами делил с ними все горести радости первым шел в бой то есть очень мощный человек настоящий воин все его любили за храбрость суворов за заботливость этого за храбрость какая-то качество должно быть чтобы тебя люди любили уважали это в целом назначает лидерская позиция для руководителя для ученого это когда ты знания ставишь выше своих амбиций для тебя не диссертация важна а знания ты хочешь несешь знания людям ты вне политики вне этих всех разборов там ученых всяких интриг тебе надо просто людям помогать когда у человека есть вот это вот бескорыстие в его когда человек развал бескорыстие то он каждый вид вот этих людей должны по-своему это делать вот допустим если человек просто творческий человек просто хочет делать что-то что ему нравится работать то он должен это делать так же часть этой деятельности бескорыстно что-то людям должен делать и тогда у него будет правильное настроение вот правильное настроение это второй этап развития личности итак первое силы нет ничего не будет никакого развития не будет потому что Бобик сдох силы не было сдох понятно второй этап называется правильное настроение этот этап вырабатывается не за 5 секунд не то что вот вы сегодня бабушку накормили и ждете когда прибыль пойдет нет настроение это меняется настроение наше птицы поют пиццелов рыбка поют рыболов а я опиявка поют за денежки ну то есть чтобы была развита природа нужна мотивация другая внутренняя ты вырабатываешь добрыми делами здесь не прокат никакой обман не прокатит если у тебя есть такое понятие благочестие у человека сердце вот у него есть желание денег почему желание день он прошлой жизни был бизнесменом и все душно конечно да в зале душного пережив все помнили вот если вы потеете это значит вам кислорода не хватает не знать жалко кислорода не хватает лучше следующий раз не снимать не приспособлен залез потому что воздух не движется там дверь открыта воздух идет причем холодно мы говорим о воздухе кислород если бы ту дверь открыть все нормально может быть они могут открыть администрации там чё ядерный двигатель что ли кому сильно прямо это то можно туда пересесть сильно душно двери пересаживаются и вот эти мотивы это не дешевые вещи каждый должен по-своему действовать допустим руководителям руководитель должен заботиться о людях организовывать их жизнь нормально чтобы у них все в жизни нормально было и он должен это бескорыстно делать самое главное важно бескорыстно бизнесмен должен жертвовать деньги заботу ну то есть работы там деньги еще что-то для людей ученый должен жертвовать знания просто хотеть людям помочь сильно в сердце у него должно быть такое желание и на этой стадии развития человек очень сильно привлекает удачу на первой стадии он становится энергичным у него появляются силы энтузиазм развиваться у него много желаний планов в идее он такой кипит весь потому что он энергии природы всасывает и он превращает ее свою деятельность именно по своей природе а на второй стадии у него привлекаются люди к нему у него ниточки связи социальные начинают развиваться потому что он становится мотивированным правильно вот если вы спросите почему у меня не покупают почему моя фирма не успешно это значит у вас мотивация неправильная к вам не идет удачи потому что нет связи понимаете с людьми не тянутся люди к вам потому что не хватает силенок у вас социальная сила есть такое понятие можно допустим человек штангу поднимают у него силу одни штангу меньше поднимают другой больше значит больше силы до него а есть такое понятие социальная сила она тоже вырабатывается вот допустим одна женщина может замуж выйти там легко так и все и замужем а вторая что-то не может и причина почему она не может называется социальная сила